Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Благодаря Арцаху я освободил часть своей родины. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян. День рождения справедливого деятеля Вудро Вильсона. Никол Пашинян спешит к Эрдогану. Тарасов. Новый армяно-турецкий процесс может быть успешным только в одном случае. Рубен Сафрастян. Провинция Себастья Западной Армении. Председатель Национального собрания Артур Товмасян направил поздравительное послание по случаю 30-летия образования первого созыва Верховного Совета Арцаха. Шуши, армянский город-крепость. Ты увидишь новую свадьбу в горах. В ходе специального мероприятия, организованного в Ереванском офисе Западной Армении, президент Западной Армении Армен Акабрамян рассказал о трудностях Первой Арцахской войны, в которую он лично участвовал, сравнив ее с прошлой войной. Он вспомнил, как познакомился со своим легендарным командиром. Вместе они сформировали шушинский полк, после чего он начал тренировать бойцов и готовить их к войне. В своем выступлении господин Абрамян отметил, что шуши помог вернуть дыхание Западной Армении, но, к сожалению, жители шуши не остались в стороне от геноцида. 162 года назад, 28 декабря 1856 года, родился 28-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира, профессор права Пристонского университета, а затем ректор, выдающийся юрист, интернационалист, историк и политолог Вудро Томас Вильсон. Вильсон наиболее известен армянской общественности как автор арбитражного решения Вильсона от 22 ноября 1920 года, в котором были изложены вопросы демилитаризации турецко-армянской границы и выхода Армении к морю на основании решения Парижской ассамблеи мира 1919 года, установившего итоги Первой мировой войны. Статья полностью доступна на нашем сайте. Редактор агентства «Рэнгумэксперт» по Кавказу Станислав Тарасов опубликовал статью, в которой высказал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян снова оказался в центре многоступенчатой интриги. Тарасов сослался на намек Николы Пашиняна о возможной встрече с президентом Турции Эрдоганом. Пашинян отметил, что нет мысли о встрече с Эрдоганом, но если переговорный процесс будет успешным и момент назреет, то за ним должны последовать встречи на высшем уровне. Однако, по данным турецких источников, Эрдоган решил не действовать в обход Москвы и решил разоблачить действия Еревана, после чего официальный представитель МИД Республики Армения Ваан Унанян заявил, что армянская сторона готова к нормализации турецких отношений. Полный текст статьи доступен на нашем сайте. Каковы перспективы нового процесса нормализации армяно-турецких отношений? Какие риски и выгоды может получить Армения, вступив в этот процесс? В рамках беседы на эту тему академик Национальной Академии наук Республики Армения тюркола Грубен Сафрастян сказал следующее. Новый армяно-турецкий процесс может быть успешным только в том случае, если Турция признает геннаций до армян под давлением США, России и Франции. Турция требует от нас очень высокой цены за нормализацию отношений. Мы должны задать следующий вопрос в самом начале переговорного процесса. Что является самой большой уступкой с нашей стороны, когда мы соглашаемся вести переговоры с государством, которое является правоприемником Османской империи, которая совершила геноцид против армян. Проблема геноцида, проблема Карского договора и проблема Арцаха являются частью нашей современной идентичности. Для нас эти проблемы важны. Если мы пойдем на принципиальные уступки в этих вопросах, это будет означать, что мы откажемся от части нашей идентичности. Поэтому мы должны быть стойкими в этих фундаментальных вопросах. Мы не должны идти ни на какие уступки. А в других вопросах возможны компромиссы. Провинция Себастья, Вилает-Себастья. Административная единица в Западной Армении на территории исторической Малой Армении. В основном в бассейне рек Гайль, Ирис и Халис. Административный центр Себастья. Рельеф провинции Себастья – горный. С запада на восток тянутся три горных хребета – Джаник, Северный Тавр и Внутренний Тавр. А реки Халис, Ирис и Гайль протекают через этот район. Озер немного. Северная часть провинции Себастья засажена деревьями. Есть практически все виды хвойных деревьев. Климат провинции разнообразен. На северо-востоке, где высота гордостигает 1500 метров, зиме продолжительные и суровые. Территория провинции Себастья богата полезными ископаемыми – медь, уголь, мрамор и другие. Есть различные минеральные источники. Район Себастья всегда был колебелью армянских племен. В результате выборов, состоявшихся 28 декабря 1991 года, 30 лет назад был сформирован законодательный орган новосозданной республики. Верховный совет, который на первом заседании 6 января 1992 года принял Декларацию независимости Республики Арцах, основанную на неотъемлемом праве народа на самоопределении и на свободной воле народа Республики Арцах. Азербайджан ответил на провозглашение независимости тремя войнами. Существование армянского народа, ведущего борьбу, всегда было обусловлено единством армян. Своим образом жизни мы должны решительно отстаивать предназначенную нам родину. Мы должны бороться за защиту своих прав. Наши воли и цели непоколебаемы. Они не подлежат компромиссу. Мы призываем всех армян к единству, взаимопониманию и терпимости. Управление по связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах. Мы хотим поговорить об армянском Шуши, о прекрасном городе, который является райским средиземных. Но наша публистическая история будет свободна от траура, плача, грустных вздохов, пока запечали армян. Потому что горе, особенно в этом случае, далеко не разумно. Наша история – это прежде всего поклонение Шуши, потому что многие армяне даже не понимали и даже не осознают, что это вечный миф нашего существования. Наша история – маленькое отражение нераздельной надежды и веры в то, что Шуши обязательно вернется в объятия своей матери, армянского Арцаха, потому что с нами непобедимая сила Господа. Наша история – это скромное желание отомстить за захват Шуши и освобождение священного города от тирании. Эти строки, написанные с беспокойным биением сердца, взятые из редакционной статьи ежеквартального журнала «Сюнятьер Кир Культурная», которая далее показывает читателю, какие сокровища мы оставили у врага. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!